Спасибо вам за знания. Поможет ли мне откуп от долгов рода со второй ступени? Да. Если уже встречаю третьего мужчину, обладающего силой, и он с каждым разом все сильнее, хочет подчинить, управлять мною, отводит от меня других мужчин, последний раз как будто стер мне все чувства, радость, желание, делает гадости. Я хочу вам дать совет. Жизнь, она дает право выбора. Поэтому если вы начинаете встречаться с мужчиной, который вас подавляет, и вы уже сейчас страдаете, то сделайте шаг назад. Не нужно доверять такому человеку. Дело в том, что обычно так себя ведут люди, которые страдают синдромом, наверное, садиста. Он может быть латентный такой садист. А вы страдаете, возможно, синдромом, женевским синдромом, таким чуть-чуть мазохизмом. Но дело в том, что вы будете всю жизнь страдать. Он будет всю жизнь издеваться. Не разрешайте этому появиться на свет. Поэтому, что бы он вам не наговаривал, как бы он вам там не рассказывал, всегда вы имеете право сделать шаг назад и не начинать быть активными. Что такое сила? По моему мнению, сильные люди, это люди, которым не дают второго шанса. То есть, что такое быть сильным человеком? Вот, допустим, рассмотрим семью. Мужчина и женщина живут вместе. Ну и возьмем мужчину, который дома может запросто взять сбереженные деньги, потратить эти деньги на алкоголь, а дома жену послать. Скажите, этот человек сильный? Конечно. Он преодолел предубеждения. Ему все равно на то, что скажет его жена. Он это сделал. Сильный человек. Как должна поступить при этом жена? Она не должна с ним жить. Почему? Потому что сильным людям нельзя давать второй шанс. Но люди же так устроены. Они говорят, надо дать второй шанс. Потому что он говорит, дай мне второй шанс. Нет, ты же настолько сильный, что все это перечеркнул. Перечеркнул семью, перечеркнул отношения, все перечеркнул. И теперь хочешь второй шанс. Сильным людям второй шанс нельзя давать. Потому что сильные люди будут это делать всегда. Им на всех наплевать. А слабый человек, это тот человек, который боится взять. Который последнее боится взять. Это тот, который верный. Тот, который рядом находится. Тот, которому плохо, но он все равно будет слушать. Вот вы говорите, он сильный и он там подавляет. Если сильный, то не давайте ему шанса жить с собой. Ну и опять-таки, я здесь нарушаю свою идею. Одна из моих идей заключается вот в чем. Мужчина и женщина, они должны сами сделать выбор. Я не имею права вам давать возможность разойтись там или сойтись и так далее. Я за любую семью, даже если она в извращенном виде создается. Я за любую семью.